Итак, возвращаемся к одному из самых ярких событий Тюмени. В эти минуты проходит предпремьерный показ восьмой части фильма «Елки». В Тюменской области съемки проходили на 12 площадках. В массовых сценах участвовали все желающие. Проект поддержало правительство региона. Одну из первых фильм сегодня увидела моя коллега Ксения Антропова. Она с нами на связи. Ксюша, привет тебе. Мы периодически наблюдали за происходящим с экрана. Теперь ждем от тебя первые впечатления о мероприятии, которые бывают не так часто у нас в Тюмени. Кстати, последнее, что приходит на ум, это, наверное, премьера фильма «Табол». Что с елками? Игорь, привет. Ну, что с елками? Здесь все очень атмосферно. Я тебе скажу, как видишь, атмосфера елок. Пропитано все. Елки на баннере, елки настоящие, украшенные. Все по традиции главного зимнего праздника Нового года. Ну и какой праздник без подарков? Здесь тоже без этого не обошлось. Ну и главный подарок, конечно, это раскрытие интриги. Кто же, кто же стал главным героем или стала главной героиней имена Тюменской новеллы? Сегодня имя звезды нам назвали прямо перед показом фильма. Ей стала Ольга Бузова. Она здесь у нас тоже была на пресс-подходе перед началом кинопоказа. И уже успела даже пообщаться, сказать пару слов журналистам. Вот фрагмент интервью. Самое сложное было скрыть мое присутствие. Я его скрывала. Я ничего не снимала, тюменского. Просто не снимаю, что кто на фроне его скрыл. Но почему-то все узнали, что это такое. Поэтому немного появился уже такой некий сайт после моих видео. Я думаю, что ничего страшного не произошло. Это, наоборот, еще больше привлекло внимание. Да, Игорь, вообще вся эта атмосфера, ты знаешь, на один день, мне кажется, превратила Тюмень в настоящую киностолицу. Как минимум, наверное, России. И вообще, вот очередной сюрприз, кстати, был как раз, когда зрители перешагнули порог кинозала. Приветственное слово, как в лучших традициях, приветственное слово от актеров и продюсеров фильма. Ксюша, ну ты ведь уже посмотрела часть картины, кадры из Тюмени. Они уже мелькали. Как тебе вообще областная столица на большом экране? Ну давай только без спойлеров, ладно? Игорь, ну сложно на самом деле обойтись без спойлеров. Но я, наверное, попробую. Ну один хотя бы можно? Скажу тебе сразу, у Тюмени на экране будет много. Хотя, наверное, нашего города много-то не бывает. Но Тюмень мы увидим в самых разных локациях. И, ты знаешь, ощущение такое приятное. Видеть привычные места на большом экране кинотеатра. И знать, что наш прекрасный город увидят далеко, за пределами региона, по всей России. А может быть и мира кто-то посмотрит. Ну и традиционно хочу отметить, что фильм построен в формате альманаха. То есть истории разворачиваются в разных регионах России. Они будут пересекаться и разрешаться. Все истории наших героев традиционно под бой курантов. Ну и главными героями, неизменными становятся Боря и Женя. Это старые друзья. Я напомню, что они расстались в прошлой части фильма. В этой они снова воссоединятся, чтобы возродить старую былую дружбу. Также теперь уже можно, да, говорить Ольга Бузова перед Новым годом. Она играет здесь как раз саму себя. Ольга Бузова перед Новым годом оказывается в Тюмени. Но областная столица просто так ее не отпускает. И здесь начинаются уже те самые приключения столичной звезды в нашей Тюмени. Локаций будет много. Ты правильно вначале отметил, что всего их 12. Эта звезда побывала и на термальном источнике, и в нашем аквапарке, и даже в настоящем чуме. Ну и про съемки поддержало также правительство Тюменской области. Так что показали мы все самое красивое в фильме. Три факта про елки, которые сняты в городе Тюмени в Тюменской области. Первое. Это самая многолокационная съемка. Тюменскую новеллу снимали в 12 местах, ни в одной другой новелле. Такого количества мест нет. Товольск, Тюмень, Тюменский район, 12 мест. 20% команды, которая работала над производством этого фильма, это ребята из Тюмени. Продюсеры, в том числе сценаристы. Ну а третий факт, безусловно, главным решением. Третий факт, вы да, подумайте, прежде чем сказать. А у нас третий факт, это у нас. Он находится рядом с нами, один из самых популярных людей нашей страны, Ольга Бузова. Ну а больше подробностей, Игорь, ты от меня не дождешься. Судя по времени, кстати, фильм уже заканчивается, так что мне нужно успеть посмотреть финал всей этой истории. И поверь мне, из того, что я увидела, посмотреть будет на что, а главное, на кого. В съемках приняли участие Иван Урган, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и многие другие актеры. Ну и самое главное, приходите посмотреть на себя. Это я, а те, кто принял участие в съемках массовых сцен в каждом регионе отдельно. Ну, Игорь, все-таки я же девочка, и хочется мне поделиться с тобой эмоциями после просмотра. Обсудить-то здесь, знаешь, было не с кем, все еще смотрят фильм. Ну и раз уж я девочка, сложно как-то, знаешь, удержаться от спойлеров. Еще маленькие тюменцы, оказывается, знают песню Ольги Бузовой, знают танцы Ольги Бузовой и с удовольствием подпевают и пританцовывают. Ну все, больше тебе ничего не расскажу, побегу досматривать фильм. Остальное, извини, остальных подробностей тебе придется подождать до официального старта показа на большом кино, а это напомню 16 декабря. Ну, спасибо, Ксюша, огромное все. Не отвлекаю, иди обязательно досмотри и, возможно, завтра по большому секрету нам что-нибудь расскажешь. А ведь на самом-то деле еще недавно вокруг елок разрастался настоящий скандал. Сразу несколько крупнейших российских киносетей отказывались брать в прокат эту картину. Причина в том, что новая серия франшизы должна была выйти на экран 16 декабря, а спустя две недели планировался запуск на стриминговой платформе. При таком раскладе кинотеатры просто теряли бы прибыль, они настаивали на окне в 45 дней. Ну и судя по тому, что все все-таки запускается, сторонам удалось договориться. Субтитры создавал DimaTorzok